Добрый день, уважаемые коллеги! И вы представляете, в ней 15% женщин, которые не приходят каждый год на исследование маммографическое. И когда начали разбираться, почему, выяснилось, что 7% женщин этой страны не доверяют здравоохранению Норвегии. 4% оказалось женщин, которые совершенно не умеют читать. И поэтому те приглашения, которые присылаются им прийти на маммографическое исследование, они просто не могут прочитать. А вот остальной процент – это именно так агурта женщин, которые по религиозным каким-то соображениям не приходят на эти исследования. Мы все знаем, что рак молочной железы – это одно и самое распространенное заболевание среди женщин в мире. На Западе каждая восьмая женщина в течение жизни заболевает раком молочной железы. Однако только для 30% этих заболевших это заболевание заканчивается летальным исходом. По данным глобальной онкологической статистики Голубокан 2020 года, отмечается 1 миллион 100 новых зарегистрированных случаев раком молочной железы. Поэтому ранняя диагностика, дифференциальная диагностика молочной железы, в настоящее время она уже имеет новые подходы. И актуальны диагностические профилактические маммографические исследования и система уже комплексного исследования молочной железы. Поэтому в последнее время уделяется огромное значение скринингу этого заболевания. А мы знаем, что скрининг – это стратегия в организации здравоохранения, которая направлена на выявление заболеваний у клетнически бессимптомных лиц на популяцию. В скрининг может включаться один или несколько диагностических методов и подразумевает повторное исследование с определенным промежутком времени. Если мы немножко окинемся в историю развития скрининга рака молочной железы, то впервые концепцию массового рентгеновского исследования молочной железы, она была предложена еще в 1956 году Гершину Коэном. После этого аналоговая маммография совместно с плановым физикальным обследованием они стали распространяться очень широко в мире. Профессором Табаром было проведено пятилетнее исследование с целью оценки эффективности совместного использования периодического физикального исследования и маммографии, которое показало снижение смертности на одну треть. И большим достижением в улучшении выявляемости как раз-таки рака молочной железы стало включение двухпроекционного исследования в скрининговую программу. В 1995 году не так давно медиалатеральная проекция стала совмещаться с крайне укаудальной, и по данным Фальда это увеличило выявляемость, то есть чувствительность выявления рака молочной железы целых на 24%. Вот это основные акценты скрининга рака молочной железы, то есть создание рабочей группы и разработка проекта скрининга. Это обязательное финансирование, это стандартизация процесса, это подготовка кадров, которые будут заниматься этим скринингом. И, конечно же, это контроль качества и анализ полученных результатов. Мы не будем с вами приглашать на скрининг женщин, у которых уже явно опухоль молочной железы. Мы не будем приглашать женщин, у которых уже пальпируется рак молочной железы. Мы будем приглашать на скрининг женщин, у которых неизмененная ткань молочной железы, в которой мы должны будем найти опухоль размером до 10 мм. Почему до 10 мм? Потому что именно эта группа пациентов, когда мы выявим эти опухоли, они повышают безрецидивную выживаемость до 98%. На сегодняшний день существует единственная нормативно-правовая база. Это приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 марта 2019 года номером 124Н об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения, в котором говорится, что маммография обеих молочных желез должна выполняться в двух проекциях один раз в два года с 40 до 75 лет включительно и обязательно с двойным чтением рентгенограмм. Женщинам с повышенной маммографической плотностью, которая мешает интерпретацию самим маммограмм, и она же является фактором риска развития рака, обязательно второе исследование ультразвуковое. И женщинам с 35 до 39 лет с факторами рисками – это одна исходная маммография. И если при этом мы не выявили никакой патологии, то следующую маммографию она будет выполнять после 40 лет. Все знают, как алгоритм действия женщины, у которой уже есть выявленные симптомы. Но если нет симптомов, как уговорить женщину прийти на маммографический скрининг? Вот это самое сложное. Поэтому у нас большая проблема с недостаточным уровнем информированности женского населения, для того, чтобы их мотивировать прийти на скрининг. Поэтому мы должны как-то популяризировать признаки рака молочной железы, пускай это будут в апельсинах, пускай это будут в яйцах или в каким-то другом виде, где они должны знать, что основными первыми признаками – это выделение из соска, это корочка на соске, это изменение размеров и асимметрии железы. То есть эта женщина тогда будет понимать, что если вдруг у нее что-то, она боится, она должна прийти и обязательно выполнить маммографию. Поэтому существуют такие проблемы информирования населения. Это незадействованные социальные сети, непроработанные семантические ядра, интерфейсы, изобилити сайтов. Нет подключения к порталам и формам по раку молочной железы. Нет информации о проекте на сайтах, газетах, информационных стендах, префектур, округах, районных администраций органов. И слабо вовлечены государственные организации. Это такие транспорт, остановки, РЖД, метро и другие. В объем скрининга мы уже сказали, что обязательно будет войти маммография в двух проекциях и ультразвуковая диагностика. И очень много говорится о том, что является ли самостоятельный осмотр, и входит ли он в объем скрининга, и, естественно, магнитно-резонансная томография молочных желез. Мы знаем, что чаще всего рак возникает в молочной железе спорадически. Это 68%. Однако мы не должны забывать, что 23% – это семейный анализ, то есть отмечается случай рака молочной железы у одного или нескольких кровных родственников. И 9% – это генетическое предрасположение. То есть имеются носители мутаций БРК-1 и БРК-2. Чем отличаются именно носители этой мутации? Потому что если у них возникает заболевание, чаще всего это молодой женщины, это билатеральный процесс, и 30% чаще всего возникает рак яичника. Но, как говорится, есть операция Анжелины Джоли, то есть двусторонняя билатеральная мастектомия, которая увеличит вот этот период без выявления рака молочной железы на 90-95%. Поэтому в данном слайде вы видите скрининг женского женщин высокого риска, который приведен в американском обществе, в котором говорится, что носители мутации БРК-1, БРК-2, а также женщины, у которых была лучевая терапия на грудную стенку в возрасте от 10 до 30 лет, обязательно должны проходить ежегодно магнитно-резонансную томографию с 25 лет и маммография у них с 30+. Но по рекомендациям европейским вы видите, что они рекомендуют регулярно, ежегодно или два раза в год маммографическое исследование женщинам от 50 до 60 лет и ежегодная магнитно-резонансная томография женщинам с отягощенным семейным анамнезом рака молочной железы. Но должна ли женщина все-таки производить самообследование? И показатели указывают на то, что она помогает выявить изменения в молочных железах, если женщина регулярно хотя бы раз в месяц проводит это самообследование. Но у нас уже сейчас утрачена культура обучения и знания женщин, как его проводить. Поэтому, наверное, вот такие вот плакаты, они должны находиться в маммографических кабинетах, они должны находиться в кабинетах гинекологов, для того, чтобы женщины сами понимали, как проводить самообследование. Маммография на сегодняшний день, она остается золотым стандартом для выявления рака, потому что это единственный метод, который выявляет кальцинаты. И мы уже говорили, скрининг, значит, это маммография в двух проекциях обязательно. Используется короткий скрининговый протокол. Что это значит? Что это краткие описания просто по Байратс. Если мы знаем, что у нас по Байратс шесть позиций, то здесь используется только три. Первое, Байратс 0, требуется до обследования. Байратс 1, изменение никаких невыявленных, и пациентка уходит у нас на контроль через два года. Байратс 2, это доброкачественные изменения, пациентка уходит на контроль у нас через два года. И при скрининговой маммографии время интерпретации снимков на врача должно составлять одну минуту. Мы говорили уже о том, что обязательно используются две проекции, и нам нужны лаборанты, которые будут хорошо обучены. Вы видите внизу крайнюю каудальную проекцию, в которой узловое образование не визуализируется, зато оно хорошо видно в медиалатеральной проекции. Часто спрашивают, возникает ли риск радиационно индуцированного рака молочной железы при проведении скрининговых программ. Да, но благодаря скринингу удается избежать 10-15 тысяч смертей от рака молочной железы на 1 миллион участвующих в скрининге. Основная цель маммографического скрининга – это повысить выявляемость рака молочной железы на ранних стадиях, нулевая, первая, вторая стадия, снизить время до постановки диагноза до 14-10 дней и снизить количество клинически значимых расхождений до 5%. Поэтому основными критериями эффективности скрининга, мы уже сказали, что это охват населения до 80%, снижение смертности от рака молочной железы мы будем ожидать только через 5-8 лет, как у нас запустится скрининг, выявляемость рака молочной железы на ранних стадиях, мы должны уменьшить частоту интервального рака, мы должны уменьшить частоту вызов на дообследование наших пациентов, мы должны увеличить качество проведения рентген-лаборантами рентгеновских исследований и качество интерпретации маммографических исследований врачами. Для этого должна быть стандартизация, стандартизация как для рентген-лаборантов, так и для врачей, которые будут проводить интерпретацию по системе Байрац. Таким образом, вы видите основные этапы скрининга, то есть мы пригласили пациентку, проведение маммографии, второе чтение, дальше до обследования, и через 10 дней пациентка должна получать уже лечение. В нашем городе в 2016-2017 году был проведен пилотный проект на примере финской программы скрининга рака молочной железы. В нем участвовали две городские поликлиники, городской клинический онкодиспансер, комитет по здравоохранению Санкт-Петербургу и медицинский информационно-аналитический центр. Приглашались женщины в возрасте от 50 до 70 лет, было исследовано 1570 маммограмм, из них 35 с подозрением на рак. У финнов, конечно, очень большой опыт работы, да, скринингом больше уже 17 лет, у них очень хорошее программное обеспечение, которое проверено, оно специализированное по финскому моделю скрининга, выполняет очень хороший контроль за качеством выполнения, и выявление у них рака молочной железы значительно увеличилось, когда началось второе чтение. Но на тот момент, 2016-2017 год, их модель для проведения скрининга в Санкт-Петербурге, она не совсем подходила, потому что были нерешенные вопросы. Это отсутствие утвержденных регламентов и методических рекомендаций, это отсутствие финансирования программы, отсутствие тарифа на второе чтение маммограмм, недостаточное кадровое обеспечение, экспертный центр не выделен был в отдельное независимое структурное подразделение, недостаточный уровень информированности женского населения о значимости скрининга, отсутствие единого программного обеспечения во всех поликлиниках города и недостаточное техническое оснащение в некоторых медицинских организациях. Однако были все равно достигнуты результаты, которые вы видите, что это увеличение выявляемости рака молочной железы на ранних стадиях за счет увеличения охвата населения в Санкт-Петербурге, сокращение времени до постановки диагноза, к Центральному архиву медицинских изображений было подключено 43 маммографа разных производителей, передача маммограмм осуществовалась по защищенным каналам связи, в шести медицинских организациях было установлено единое программное обеспечение, использовалось также для чтения системы Байратс, и, конечно же, проходилось с этого года, с 2016, обучение специалистов, для которых должны осуществлять этот проект. В этом году идет еще один пилотный проект, который проводится в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете с нашей поддержкой нашего института, тех женщин в поликлинике, которые прикреплены к университету. Их оказалось 4500, они были разделены на две группы. В этом году проходят группы, которых женщины родились в нечетный год, то есть если в 2021, а они родились в 67-й, 71-й, 73-й год, и таких женщин оказалось 2000 на возрасте от 50 до 70 лет. На данный момент обследовано 832 женщины, и вы видите, что 600 – это B1, B2, то есть это нет изменений или доброкачественные, они ушли дальше на скрининг через два года. У 150 было подозрение на рак, но они были дообследованы при помощи томасинтеза и ультразвуковой диагностики, не было у них изменений, или же мы поставили, что это доброкачественное образование, они также ушли на маммографическое исследование через два года. И 82 женщины, которые в настоящий момент, они еще недообследованы, и у них есть подозрение на рак. Что было для этого проекта привлечено? У них были привлечены сайты, колл-центры, скрипты, печатные приглашения, размещение на сторонних ресурсах, статьи и социальные рекламы. Была поддержка нашего института, взаимодействие с МИЦ-онкологией Минипетрова. Первое – это было обучение специалистов, которое проходило в три этапа. Этап обучения на базе МИЦ, второй этап – это дистанционное обучение, и третий этап – это консультативный режим. Дальше – помощь в разработке организационной схемы и подготовке проектной документации, и аудит качества работы как самих врачей, так и рентген-лаборантов. Уже есть какие-то результаты, о которых мы можем сказать. Окончательные, конечно, будут в феврале месяце. Сформирована методология проведения скрининга рака молочной железы, разработаны научно-методические и информационные материалы. Есть такие проблемы, как недостаточное количество направлений и информированности населения, низкая обратная связь отправленных пациентов на дообследование. И перспективы – это подготовка к обучению специалистов, расширение проекта на город и открытие дополнительных маммологических центров. Маммологические центры должны обладать тремя ступенями. Первое – это обладать мультимодальными специалистами, которые владеют рентгенологией, ультразвуковой диагностикой и онкологией. Это должно быть современное оборудование, это должны четко выполняться методики. То есть экспертное двойное чтение, осмотр онколога, выполнение ультразвуковой диагностики, проведение, если надо, доктографии, томосинтеза и биопсии и возможность направлять на гистологическое и иммунохимическое исследование. Таким образом, этапы скрининга – это агитация, это качество, это маршрутизация. Но на каждом этапе должны быть что? Свои ответственные. И без этого положительного результата не будет. Мы можем сказать, на примере нашего института уже 10 лет идут не скрининговые, а диагностические и маммографические исследования женщин, которые работают в нашем институте, их больше тысячи. Если 10 лет назад мы выявили сразу в год 11 раков молочной железы, то в этом году, наверное, у нас есть прогроз, мы выявили только один случай. Ну и наши перспективы – это технология машинного обучения. Искусственный интеллект, конечно, он не заменит интеллект рентгенолога, но знающий, как использовать его возможности, несомненно, будет на шаг впереди. Вы видите, что при тестировании искусственного интеллекта чувствительность составила 91, а специфичность 80% для выявления рака молочной железы. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok